Синоптики не находят ничего необычного в недавних снегопадах. Температура воздуха также держится возле стандартных для середины месяца показателей. Об этом нашему телеканалу рассказала начальник Тверского гидромедцентра Татьяна Зимина. Роман Быков выяснял, когда же в регион придет настоящее апрельское тепло. Нынешний апрель пока не особо радует жителей Верхнего Лжья. Конечно, были несколько чуть ли не по-майски теплых дней. Однако на их фоне дожди со снегом и вовсе стали настоящим контрастным душем. При этом солнце тоже нет-нет да проглядывает сквозь облака. Причина столь переменчивой погоды – постоянное смещение циклонов с запада на восток. Циклоны смещаются более севернее, выше 60-й широты. А нам достается только прохождение фронтальных разделов, которые приносят вот эти вот такие кратковременные изменения погоды от солнца к дождю, дождя к снегу, в зависимости от того, какое абористское образование через нашу территорию проходит. И снегопады не должны никого шокировать, отмечают в гидромедцентре. В наших широтах вообще в это время года должен лежать снег. Просто мы от него отвыкли из-за необычной мягкой зимы и очень теплого марта. Кроме того, нынешние 6-8 градусов днем и ноль по ночам – это тоже вполне нормально. Настоящее потепление прогнозируется только со следующей недели. А до конца этой нас снова ждут облака, осадки и только временами солнца. Пожалуй, есть только две структуры, которым нынешнюю погоду вполне по душе. Это МЧС и региональное правительство. С МЧС все понятно, поскольку заряды дождя и снега – это факторы, которые хорошо противодействуют палу сухой травы. Но что касается региональных чиновников, то здесь тоже все ясно. Ведь они в эти дни призывают всех оставаться на самоизоляции дома. Коронавирус шагает по стороне. И в такую погоду действительно вот на эту еще мокрую от дождя скамейку нет никакого желания присаживаться. Тем более в этом пустом сквере. В такую погоду действительно хочется все дела оставить и отправиться домой на самоизоляцию. Субтитры создавал DimaTorzok